Ну а сейчас в нашу студию, конечно же, наконец-то, пожаловала именно она... Мечта миллионов мужчин, включая меня, секс-символ украинского шоу-бизнеса, да и не только, чуткая, красивая, талантливая Анна Седокова. Привет, Анна, наконец-то ты до нас дошла, очень-очень рада. Слушай, ну мы сразу тебя поздравляем с наконец-то снявшейся новой видеоработой с Димой Монатой. Я бы так не говорила прямо наконец-то, мы на самом деле взяли сейчас отличный темп, то есть последнее пиранье мы сняли всего полтора месяца тому назад. Ого! И сейчас мы уже снимаем тише, что в принципе очень является быстрым темпом. Как работалось с Монатиком? Впечатления какие-то? Хорошо, Дима очень талантливый молодой человек, очень улыбчивый, приятный. Мне нравится Димана творчество, нравится то, что я могу слушать Диману музыку и это, я считаю, что он здорово работает. А почему, ты мне скажи, почему именно Монатик? Вот именно. Потому что я не знаю. Почему это Монатик? Знаешь, иногда женщины так спонтанны. Правда? Вот просто хочется увидеть Анну Седокова в объятиях, кто-то жгучего там, не знаю, Тарзана поющего, либо Джеймса Бонда, например. Тарзана не надо. Не надо Тарзана. Ну, может быть. Нет, я, нет, с кем бы, давай поговорим. Давай поговорим. Давай поговорим. Я говорю об этом, я могу, нет, ну мне, конечно, я с удовольствием бы самым Смитом спела. Ага, ну, потом да. Или не отказалась бы, может быть, может быть, я не знаю с кем-то, но я думаю, что мы можем долго перечислять, но мне на самом деле понравилась песня, потому что я услышала песню, какой-то был такой именно момент, когда она, бывает, заходит песня, нет. Вот мы сейчас очень интересно сотрудничаем с другим автором, и он мне выслал полгода назад песню, которую специально написал для меня. И тогда, вот вообще, понимаешь, не... А сейчас я услышала эту песню, говорю, она же моя, моя. Он говорит, я же полгода назад написала ее для вас. То есть это все спонтанно, на основе, на вдохновение это было? Это все чувства, эмоции. Отлично. Это какие-то личные сейчас переживания, почему вы переживаете? Ну, видимо, да, потому что, на самом деле, я соскучилась по хорошему продакшену, по звуку, по тому, по качественной музыке. И, например, Тиша, это как раз качественный, безумный продукт. Мы, ну, как бы, в последнее время я, мы, это я и Шляпа, мы больше не желаем и не хотим подстраиваться под какие-то там, ну, даже там, радиоформаты. Ну, потому что... Ну, это все равно форматная песня, в принципе. Ну, относительно, на самом деле, она 4,20 длится, то есть мы хотим подстраиваться под желание радиоведущих и состоящих плейлистов, ну, условно говоря, с 4,20 подрезать до 3,20, это необходимо песню, потому что 4,20 песня, ну, не может играть. Ну, вообще, Анна Седокова разрушает все каноны, я точно знаю, ты творчески независимый человек, ты self-made woman, как говорят американцы, сама себя делаешь, ты поешь то, что хочешь, одеваешь то, что тебе нравится, ты говоришь, что же ты думаешь, это замечательно, с этого состоит настоящий артист. Сама же отвечаю за свои ошибки, сама же расплачиваюсь. Это не самое страшное. Скажи, вот у тебя очень много потрясающих клипов, реально, я твой фанат. Клипы всеми нами любимые, всеми нами любимые клипы. Это просто пока еще клип с Монатиком в обработке, поэтому это в Марте. Да, да, да. Уже какой он красивый, но он нереальный. Я все подвожу к тому, чтобы ты сейчас составила свой собственный рейтинг своих любимых пяти клипов. Ты меня прямо поставила. Клипы от Ани Седоковой. Вот я жду это. Хорошо. Давайте с пятого места начнем. Ну, если с пятого, то, наверное, на пятом будет утюнуться «Что я наделала». Этот клип является сейчас лидером, он набрал практически 10 миллионов просмотров. Я бомба на первое место поставила. Правда? Бомба первая, да, да, да. Ну, песня наша, женская, она прямо, что я наделала, мне даже подводка на концерте говорю, значит, мы сейчас просыпаемся и все говорят, что я наделала. Что мы наделали? Песня женская, критерия. Четвертая. Я уже предвкушаю, что будет на первом в таком случае. Да, даже дуал. На четвертом я бы, я люблю, очень привыкаю к видео, одно из таких первых качественных и круто сделанных, там, где я снимался еще Андрей Малахов, мы там еще какую-то любовь изображали с ним, порыв страсти. Это в каком году? Господи, я же не говори мне об этом. Мне кажется, что это где-то год лет, лет пять, наверное, назад, четыре. Семь, вон, а четвертое. Третье. Третье. Так, теперь у меня тяжелая ситуация, значит, ну, допустим, давай поставим сердце в бинтах туда. Я потом только... Я вот два могу поставила на первое сердце, сердце в бинтах, и что я наделала. Что я наделала, да. Ну, знаешь, как тяжело, какого-то у кого из детей ты любишь больше, значит, я люблю больше. Ну, сердце в бинтах. Сердце в бинтах, да, очень чувственная работа вместе с Женей Тимохиной мы снимали. Ну, мне нравится. И также дальше сразу идет между нами кайф на втором месте, потому что, ну, не знаю, очень... Тебе ее, по-моему, написал Джей Би, да? Да, Джей, вместе с Джейем мы сделали песню, мы ее там переделывали, кромсали. И все-таки у нас уже первое место. Number one, первое место. Первое место, клип, конечно, последний, который мы сняли, клип «Пирания». Ну, любимый. Ну, собственно, что, мы его посмотрим сейчас. Мы будем тянуть резину. Давайте. Вы знаете, я сниму очки, чтобы они тебе получились глядеть. Давай, я одену, наверное, может быть. Ты в себя потрясающе выглядишь, очень стильно. Вот мы с Ева Шоточники любим мотаться в Италию как минимум два раза в год за шопингом. С нынешним курсом доллара мы обожаем. На распродаж в Милан, в Милан. Вот скажи, я знаю точно, что ты запустила новую линию одежды, называется она «Ла Стори». «Ла Стори»? Вот, «Ла Стори» или «Ла Стори». Я в ней и тут в ней, и под ней я тоже в ней. Ничего, я так... Отлично, супер. Это моя марка одежды, яркая, красивая. Вот как раз свишут, это наши корпоративные цвета. Салатовые, розовые, золотые, серебряные. Ну, все в сочетании с серым или с черным. Ну, есть один минус, знаешь, какой? А почему мужчина в зеленее? Почему все такое? Вот я бы с удовольствием, что-то приобрел. И был даже лицом твоей марки. Нет, ну, стей, мне нравилось, когда мы сейчас тут в середине, и у меня мужская майка. А может, я поправлю? Так, и смотреть. Я думаю, если Андрей скажет, а можно я ее надену? Ну, это и твой размер. Я понял. Это на мужчин не такие... Он похудеет для нее. Нет, я понял. С чем вы худите, ну, мускулистый, красивый мужчина? Это просто, если ты прям усохнешься, тогда... Ну, лучше, ты втягиваешься. Ну, я могу в лицом бренда, если что учить, потому что у меня хорошего предмодельного бизнеса. Да? Ну, конечно, ну, когда все будет успеваешь, я не знаю. Так, все берем, какие нужные знакомства. Бутик планируется открывать? Планируется, очень скоро мы открываемся здесь, на Большой Житомирской, в большой магазин, в шоурум, и мы планируем, собственно, уже пока... А как скоро, на сколько скоро? Ну, вот в течение месяца, но я вам могу сразу обрадовать. Сейчас в гримёрке мы договорились о том, что мы будем сотрудничать с ведущими, и поэтому, собственно, я... Ура! Мечта сбылась, все. На самом деле, очень радостно, и я горжусь тем, что наша одежда приносит такую радость, знаешь? Ну, собственно, через несколько программ вы меня увидите однозначно уже. Да, мы для тебя все время супер-пупер подберем. В прекрасных шмоточках от Седаковой, да. И секси, и яркая весель. Все, это отлично. И тебя тоже. Ну, а нам придется только ожидать, ждать. Ты будешь мне завидовать. Я буду завидовать. Он всегда тебе завидует. В общем, это была Аня Седакова, мы очень рады были ее видеть, и сейчас мы будем на клип дотронуться. Пока! Сегодня в нашей рубрике Дэр Интересанты мы обсудим самую нашумевшую вечеринку уходящей зимы «Оскар-2015». Еще не успели убрать красную дорожку, не успели отгреметь фанфары, как весь мир принялся обсуждать бурно счастливых обладателей «Оскара». Лучшие, худшие наряды, звезды. Ну, я не знаю, Андреас, давай уже не будем это долго говорить, давай обсуждать срочно. Давай обсудим. Вот, это и обсудим. Итак, обладательница «Оскара» Джулианна Мур была поистине, ой, очень изыскана в платье от Шанель. Иконка и замечание вон та с оборками в жутких розочках могла оставить при себе. Да, платье Скарлет Йоханссон от «Ательер Версачи» идеально подчеркивает последодовые формы актрисы, но ее новая прическа делает голову квадратной и спорит с бабушкиным ожерельем. Вот как бывает. Это бывает. Леди Гага, ну, я не знаю, мисс Пропор, мисс Мускул, мисс Девестус, да, в одном лице под таким лозунгом проходила красная дорожка для певицы. И она породила множество забавных коллажей в интернет-пространстве. Впрочем, королева эпатажа осталась верной своему стилю и образу. Вмясишь была когда-то, честное слово. Ты знаешь, жемчужина вечера в прямом и переносном смысле этого слова была «Люпита Неонго» в «Келвин Клейн». Ого! Шесть тысяч жемчужин украшают ее платье. Представляешь, отличная игра для тех, кто страдает бессонницей, считая жемчужины на платье Люпиты. Ну, впади в кому тогда. Не впаду я в кому, а не надо. Между прочим, вечер не обошелся без модного конфуза. Сразу две звезды выбрали одинаковые платья. Это Лусяна Педраса и Дженнифер Лопес, между прочим. Фасон один в один. Ну, что же это, я не знаю, пиар или просчет стилистов их. Ну, что творится? Восхитительной церемонии была, между прочим, Гвинет Пелтро в Ральф Руссо. Ого! Нежнее нежного. Лучшие напоминания о приходе весны. Смотришь на этот образ и чувствуешь, что через неделю можно будет высматривать подснежники. Сто процентов можно будет высматривать, если минуса не будет. В общем, это были худшие, лучшие наряды, знаменитости на великолепной церемонии. Оскар 2015. В Америке. Ну, а сейчас немного французской музыки. Разбавим. Вуаля!